Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Обливион. В прошлой серии мы начали продолжение Тёмного Братства и прибыли в их подземный город, где здесь все обитают. Ну и в общем такие дела, что в прошлой серии диалоги быстро проматывались. Я говорил, что пообщаюсь с разработчиком насчёт того, чтобы это можно было как-то исправить. Потому что места, где он говорит просто да, например, две буквы казалось бы, оно длится полторы минуты и он просто стоит шевелит с нимыми губами. А фразы, которые очень длинные и ещё заковыристыми именами или какими-нибудь названиями городов, которые нужно читать долго, они пролистываются буквально за пару секунд, что неудобно и ты не успеваешь уловить суть. Но в итоге сейчас всё приравнялось к 20 секундам на все диалоги и если это будет занимать дольше времени, той фразы, которую он говорит, то можно в любой момент, как обычно, просто нажать на клавишу кнопки мыши и всё пролистается. Плюс переделалось начало Тёмного Братства, то есть нам начали что-то затирать про какие-то 4 года, которые прошли какую-то ахинею. Хотя 4 года-то как не проходило, мы же сами с вами знаем, мы спали всего лишь пару раз и вот только-только с Тёмным Братством разделались, а тут нам про 4 года. То есть не состыковочка, всё это будет переписано, все диалоги будут исправлены начальные, чтобы не вводить в заблуждение игрока. Ну и плюс голос Ситиса, ну вас удивит немножечко моих зрителей канала, будет он вам очень знаком, конечно же. И не будет такого долгого вступления, там будет буквально одна фразочка, которая всё отражает, всю суть. Так, ну а сейчас мы будем в этом городе с вами осваиваться, смотреть, что здесь к чему и общаться с людьми. Так, ну мне куда-то ещё курсор показывает, давайте я прочту задание, а то меня в прошлый раз, в прошлой серии обвинили за то, что я видеть или не читаю. Хотя я просто старался побыстрее уже начать Тёмное Братство, так как вы же и просили его вам побыстрее показать. А у нас там квест этот затянулся с братьями с двумя. Я пытался его побыстренькому пробежать и в итоге пропускал некоторые вещи. Давайте сейчас подробно. Так, в дверь, которая должна везти в пещеру, ну в общем мы сюда зашли. За ней находится скрытый от чужих глаз город, город, в котором живут мои друзья. Неужели я увижу тех, кого не надеялся больше встретить? Нужно немедленно разыскать их. Я встретил старого друга Винсента. Невероятно, но кажется я проспал. Но вот это будет убрано, это всё будет исправно. Не 4 года, просто ничего там не будет подобного. То есть 4 года мы не спали. Винсент жив и рад меня видеть. Он посоветовал мне отправиться в Форт Фарагут, разыскать там его дневник. Из которого я лучше пойму, что происходит всё это время. Понятно, нам нужна Форт Фарагут. Но пока что давайте ещё раз здесь со всеми тогда побеседуем. Привет. Что я могу сделать для тебя? Ты кроме слухов ничего не говоришь, да? Я так понимаю, здесь много пустышек. Да, здесь очень много НПС пустышек. И я даже не знаю, кто из них даёт квесты, кто полезен, а кто тут просто для декораций. Увы, но пока что непонятно. Мерик. Приветствую, спикер. А мы с тобой, по-моему, разговаривали. Сейчас 20 секунд на все диалоги даётся, то есть... Роуз. Да, я очень расстроена. Я прибыл сюда из убежища Скинграда, но оказалось, что моя подруга Шандра не вернулась с последнего контракта. Я пыталась искать её, но безуспешно. Спикер, что мне делать? Ну вот, ещё одно задание. Кровь и души. Ну, может быть, я смогу помочь? Поможешь? Правда? Расскажи мне о её контракте. Её целью был богатый купец, занимающийся поставкой камней душ для гильдии магов Скинграда. Его имя Рональдин. Роналин, контракт не выполнен. Клиент жив. А Шандры нигде нет. Шандры? Не знаю, какие-то слова. Ну ладно, в общем. А, Шандра это, то есть, именно Ассасинша, да? Ну, я попробую найти Шандру и всё узнать, что там приключилось-то. О, спасибо, спасибо. Возможно, её этот клиент и завалил. Я не знаю, почему написано, и клиент до сих пор жив. Клиент обычно это тот, кто заказывает цель. Цель должна быть написана, что цель ещё пока жива. Клиент недоволен. Это более разумно, согласитесь, да? Мы ж не клиентов убиваем. О цели. Стой. Приветствую, спикер. Тоже, кроме слухов, ничего. Скучные вы какие-то, ребят? Я бы хотелось поговорить с тобой. Слава! Конечно. Привет, брат. Я так рада вновь видеть тебя. Надеюсь, мать ночи улыбается тебе. Конечно, улыбается. И ты тоже ни о чём не говоришь. Да заключит тебя, мать ночи, в свои холодные. Я слухаю. Пожалуйста, продолжай. Тоже только слухи. Ну, скажи какой-нибудь слух, может. Аката выслала патрулей прочесывать горы Джерал. Как думаешь, что они там ищут? Неужели совесть? Ага. Слух один и тот же у вас тут ходит. Мы его уже слышали ранее. Так, отойди, отойди, не мешайся. Что за магазины? Давайте здесь всё обследовать пока что в этом городишке. Давайте зайдём, допустим. Ну, в последний ужин трактиры у них даже тут есть. Ну, а что, не люди, что ли? Тоже могут, да, позволить себе зайти здесь. Что-нибудь перекусить в трактире. Помидорки, овощи. Салатик. Запить всё это ещё мёдом. Ну, кто чё, конечно, там делает, что пьёт. Кто-то в Гино. Так, стоять. Да, я. Приветствую, спикер. Предатели. О чём речь идёт? Вообще непонятно. Ну, предатели. О, спикер, вы ещё не слышали? Пару дней назад поймали двух предателей. Говорят, они сейчас находятся в тюрьме города ночи, но туда никого не пускают. Понятно? Пусть тень смерти... Ну, мы туда сходим, ещё узнаем. Гросс. Индик там какая-то. Приветствую, спикер. Тоже ничего, кроме распускания слухов. Привет. Где-то. Что я могу сделать для тебя? Ух ты. Ты почему-то обучаешь? Хорошо, что ты хочешь совершенствоваться. Торговля? Ну, не, у меня с торговлей и так всё нормально. Продавать тебе тоже нечего. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Да ладно, я уже слушаю. Щей не покинет меня. Кристофер. Приветствую, спикер. Крутая у тебя маска и шлем. О, этот. Капюшон с маской вообще круто выглядит. Я так же хочу выглядеть. Сейчас взять её, убить, снять с неё и всё. Кроме слухов тоже ничего, да? Вообще отлично выглядит. Маска с капюшоном прям идеально. Приветствую, брат. Надеюсь, у тебя всё в порядке? Привет, Кэджи, тихо. У тебя тоже всё, думаю, нормально. Дайте мне хоть кто-нибудь задание. Зачем столько людей бесполезных? Приветствую, брат. Надеюсь, у тебя всё в порядке. Да, у меня всё отлично. Надеюсь, у вас тоже. Приветствую, спикер. Тоже ничего. Да что вы такие все. Бесполезные-то. В погреб сходить, может? Давайте сходим, может, там что-нибудь полезное лежит. Может быть, великий камень душ. Мне нужны они? Мне нужно выполнять задачу. Да будет свет. Такс. Ага. Куча выпивки, вина. Ну, в принципе, всё как и обычно во всех этих трактирах. В подвалах картина не меняется. Большой аппарат, где это всё бродится, заготавливается и потом разливается по бутылочкам, да по бочкам. Ну, всё ясно. Здесь ничего хорошего и полезного. Прошу прощения, брат. Ты можешь уделить мне минутку? Да-да-да. Я, я хочу уделить минутку. Квест? А, ну не, это они просто между собой разговаривают. Смотрите, какая калиточка. Как в западных вестернах. Там, в таких же забегаловках. Такс, а ты кто? Давай знакомиться. Давай, Зиркус. Чем могу помочь? Я в вашем распоряжении. Да, ничем ты мне не можешь помочь. Тут, смотрите, город сплошных сплетников. Они, кроме слухов, ничего больше не хотят тебе сказать. Помолчите там снизу, я разговариваю. Ну ладно. Пожалуй, нам нужно... А ты что скажешь? Приветствую, брат. Надеюсь, у тебя всё в порядке. Да, у меня просто отлично. Я, моя девочка. Я не знаю. Пока что здесь всё как-то скупо. И людей много, а пользы от них никакой вообще. Хоть силой с них выбивай все эти квесты. Ух ты, зато я здесь могу спать. А, нет, нельзя, к сожалению. Смотрите, какой... Какая картина. Портрет в обнимочку на фоне чёрной руки. Прям организация такая. Я думал, это очень тайная. Они прям, смотрите, как фотографируются. О, я вижу шкатулочку с драгоценностями. Ну-ка. О, нормально, продам это всё. Грех не ограбить. Только если бы меня увидели, что я это делаю, это нарушение, как бы, догмата. И... Меня бы сейчас порешали здесь. Так, ну что, всё, можно бежать на первый этаж опять здесь. В трактире ничего нету больше. Показываем. Сегодня делаю вам обзор этого города. Пока не спешим бежать выполнять квесты. Давайте здесь походим. Поглядываемся. Посмотрим, как только всё здесь, все заколочки. Расследуем со всеми. Поговорим. Тогда уже можно будет выбираться в большой мир. И там уже выполнять все их поручения. Так, Роуз нам уже давала квест. Вот ты, мужик. Сигран Армега. Приветствую, спикер. Так, стуна заряжаешь. Да, ещё заклинания продаёшь. Ну, заклинания мне, в принципе, не нужны. У меня и так хорошие. С тобой мы самым первым говорили. Тебя тоже толку никакого. Ух ты. Сапфир какой-то. Взаимно? Ну, ничего. Я заметил, что у них здесь одежда у всех крутая. Да, чё ты поворачиваешься? Смотрите, какая, да, броня мощная. Это, наверное, эбонитовая чёрная броня. Похоже на эбонитовая. Деидрическая, насколько я знаю, она с такими красными вставками. Меч тоже мощный. Мне бы хотелось поговорить с тобой. Конечно. Такс. Ты что скажешь? Приветствую, спикер. Угу. Обмен и заклинания. Тоже. Мне хотелось расспросить тебя о твоём последнем контракте. Говорят, там были какие-то сложности. Ну, хорошо. Это что за дом братьев? Ну, я не буду тут заходить. Обычная хижина. Вот помещение стражей. Интересно. Там, наверное, гора этих скелетов, которых я тут уже повидал. Надеюсь, здесь не будет игра вылетать. Надеюсь, всё исправлено. Ну, вроде пока что как часики прям работает. Всё очень замечательно, качественно. Ух ты. Помещение какое светлое. Это что? Статуя матери ночи. Ну-ка. А если я её возьму, интересно, или я поклонюсь ей? Мать ночи благословляет тебя. Ого, сколько у меня эффектов повылазило. Только поглядите. Благословление получил. Чистый лист бумаги. Пока что ничего хорошего. Такс. Серебряный меч. Ты встанешь? Нет? Говори давай со мной. Надо было, наверное, его укусить. Ну, да ладно. Спикер. Вам передали письмо? Кто передал? Неизвестно. Оно появилось на площади, адресовано вам. Вы можете забрать его с рабочего стола в помещении стража. Ну вот и ещё задание. Старые друзья. Замечательно. Альфариус. Альфариус. Страж святилища. Ты знаешь, что такие стражи святилища? Это лучшие и самые преданные воины и маги города. Они подчиняются только слушателю. Несмотря на то, что Альфариус хилер. Или хилер. Я бы не позавидовал по тому, кто встанет у него на пути. Хилер. Наверное. Ну, в общем, хилый, да? Или как? Хилер, хилер. Ну ладно, в общем. Ещё увидимся. Возможно, я не знаю просто этого слова. Но приношу извинения. Щит тёмного братства у них тут есть. Но мне не нужен хилер. Такое ощущение, как будто бы, знаете, это какой-то жаргон от английского слова. Там хил, да? Что-нибудь. Такс, ну-ка, письмо. У меня есть сообщение для тебя. Отправляйся в форт Фагарут. Я жду тебя там. Но нам туда и надо уже отправляться. Мы и так это знаем. Из письма я узнал, что некто неизвестный назначает мне встречу в форте Фарагут. Не знаю, что мне от него ждать. Но лучше подготовиться. У нас уже два задания в этом письме. Ой, в письме, я говорю, в этом форте. Ну хорошо, будем иметь в виду. Это куда лестница? Комната отдыха. Замечательно. Не знаю, зачем мне это благословление, которое у меня сейчас там. В мирных покоях. Лучше бы где-нибудь в пути мне это попалось. А здесь столько всего можно наворовать. Ах ты, доспех скрытности даже есть. Вот серебряные стрелы я, пожалуй, возьму. Так, меня никто не видит. Никто. Мне пригодятся они. Послен. И опять, да, мать ночи. Ну, не знаю. Кроватки. В принципе, так уютненько здесь. Везде висят их... Как их там называют? Ну, вот эти вот тряпки с их логотипом. Так, сделаю хатво. Пойдемте. По зданиям пробежимся. Зайдем. Там еще какие-то соседние районы я видел. Были. Можно и там поглядеть, что там, к чему. Такой маленький, уютный городочек. Так, вот это что? Это тюрьма, да, как раз и есть? Говорили, там кого-то держат? Квартал черной руки. Нет, это не тюрьма. Давайте зайдем. Тут вроде даже карта есть, по-моему. Я вроде как открывал, надо сейчас глянуть. Ну-ка, давайте посмотрим, есть ли тут карта. Ага, карта помещения имеется. Это уже хорошо. Когда я вижу тебя, брат, мое сердце наполняется теплотой. Робаста. Привет. Нет. Что я могу сделать для тебя? Знаешь, ничего. Да не покинет тебя Тень Ситиса, дорогой брат. Так, а ты тихо стой. Надеюсь, я смогу помочь. Я тоже на это надеюсь. Есть какое-нибудь задание для меня? Хожу, побираюсь. Да, спикер, у меня есть небольшая просьба. Че могу помочь? Послушай, мне необходимо встретиться с главой убежища имперского города и передать ему это письмо. Но так же мать ночи воззвала ко мне и мне необходимо отправиться на встречу с заказчиком. Я хочу попросить тебе передать этот конверт ему. Ты ж понимаешь, я не могу довериться никому, кроме спикера. Ну, хорошо, я передам. Давай сюда его. Вот конверт. Глава убежища имперского города зовут Ауэль. Тебе нужно спуститься в один из канализационных люков в торговом районе имперского города. Вот, я отмечу это место на твоей карте. Спасибо и удачи, спикер. Ну вот, мы идем в канализацию имперского города. Кстати, в комментариях вчера мне написал зритель, что там я не все обследовал. Я это знаю, естественно. Я там шел только туда, куда мне надо было. Но на месте, где убили императора нашего, лежит венок, какой-то цветы. Что-то там, в общем, интересно сделано. И вроде как статуи ему поставили. Надо будет оценить это. В любом случае, мы везде будем ходить, какая нам разница. Мы все гильдии выполнять будем. Все сайт-квесты дополнительные, второстепенные. Если что-то не увидели, не надо про это кричать. Ну, что вот, ты невнимательный, не зашел туда, туда не зашел. Везде побываем, а куда я не схожу, вы меня потом направите. В самом конце уже, когда будем добивать обливиум, так сказать. Так, стой. Добрый день. Ты тоже, да, только сплетница и не более. И ты тоже себя, красавица. Это что нужен? Ключ, лестница вся. А у меня есть ключ? А-а. Нету, да? А где он? Есть где-нибудь здесь лежит у вас. А где может быть ключ? Вот здесь? Нужно взять ключ, говорят. Кто положил это сюда? Что именно? Добрый день. А что положили? Ты идея удивляешься, что ли? Так, ну сундук вроде бы... Не закрытый. Ну ладно, здесь ничего интересного. Даже если в сады я тебе попаду, ну что подумаешь? Сады да сады. Так, все надо почаще сохраняться. Ты кто такой? Надеюсь, я смогу помочь. Не, не сможешь. Удачного тебе дня. И тебе тоже. О-о-о-о. Красиво, красиво. Смотрите, да? Какие статуи кругом. Псы какие-то. Под камень. Так, ну здесь можно пробежаться. Долгий коридор. Комната Фирса. А с ним мы разговаривали, кстати. Он мне не нужен. Не хочу туда заходить. Я думаю, там обычная комнатушка. Ну да, здесь точно живые помещения. То есть здесь люди как бы просто живут и все. А потом выходит в город. Ага, вот он у нас. Ты тоже стражник, да? Приветствую, спикер. Ну со стражниками нет смысла разговаривать. Апартаменты Лисенова Шанс. Они мне не нужны. Ну все, выходим тогда на улицу, наверх. Здесь как-то так. Комнаты. Можно, конечно, их все облоровывать. Но зачем нам это? Нужды такой нет. Максимум, что я там возьму. Ну, не знаю. Может быть, какие-нибудь шмотки. Из шелка. Ну, такие простые. То есть не броню. Какой-нибудь меч серебряный. Который мне вообще ни к чему. Абсолютно. Это что за здание? Дом братьев каких-то? Сестра. Могу я задать вопрос? Конечно. С главной площадью я уже, по-моему, везде побывал. Помещение стражи. Так, давайте, наверное, здесь тогда глянем. Карту. Здесь я был. И сюда я заходить не хочу. Но просто обычный дом кого-то там, да? Это тоже дом царкея какого-то. А оттуда мы пришли с квартала новоприбывших. Холодная сталь. О, магазинчик. Нормально. Давайте сейчас заглянем. В трактире мы тоже все обследовали. В проулок потом зайдем. А сюда нам не нужно. В общем, сейчас зайдем в холодную сталь. Посмотрим, что там есть. Что в продаже. И потом пойдем в проулок. Так, сейчас мне нужно идти на упор. А потом повернуть. Так. Потом сюда. А, теперь. Вот туда, куда-то. Да. Где-то здесь должна быть. Сталь. Вот она. Привет. О, хоть один заметил, что я босмер. Так приятно, когда меня так называют вообще. Обожаю. Я горжусь своей расой очень сильно. Ты кто? Я слушаю. Есть что-нибудь? Пожалуйста, продолжай. Глаза-то красные. Не стоит ввязываться в драку. Работает, не покладая рук здесь, наверное. Береги себя. День и ночь трудится. Руководство под успехом поднимет мне или нет? Навык. Нет, не поднимет. Ну ладно. Такс. Далее. Для меня радость говорить с тобой. Я думал, ты девушка. С виду так-то очень похожа. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Ничего хорошего. Так. Всякая гадость. И золота у тебя совсем немного. 550. Не, ну на самом деле это хорошо. Это большой плюс. Конечно, качественно сделано. В том плане, что знаете, когда берешь моды DLC-шные, а там пытаются накрутить почему-то всего по максимуму. И золото там 150 тысяч, да. И всяких крутых каких-то доспехов уже доедрических. Это прям очень сильно рушится. Все, все рушится. Все, что было у тебя. То есть, если ты шел на ванильное, я тебя тоже. Везде были какие-то плохие доспехи, оружие у всех. Брони по 1500 ставишь какой-нибудь DLC, и там все у тебя, все вообще есть до полной прокачки. Это как-то неправильно же. Здесь хорошо учтено, что здесь не получится тебе так по-простому прийти и навариться. Но зато броня у них хорошая. Здесь поворовать, конечно, можно, так на продажу, но я не считаю, что это будет честно. Я не люблю с помощью каких-то неофициальных DLC разжеваться. Максимум квесты. Просто посмотреть новые истории. Так, лазарет какой-то. Ну что, заглянем. Какой-то проулок зашли. Судя по названию, он нас должен привезти куда-то еще. На какую-нибудь, наверное, площадь или на такую большую территорию. Ого! Белый, белый потолок. Прям аж сияет. Когда я вижу тебя, брат. Привет. Да ладно ты. Что я могу сделать для тебя? Я квест еще есть какой-нибудь? Нету. Да не покинет тебя тень сияет. Можно я зайду, картину посмотрю? Ты не против? Так, это я засвечиваю. Там, смотрите, издалека на нее надо смотреть. Женщина, да, от руки нарисована. Красиво очень. Ага. Хотел он сейчас крови выпить. А там сидит. Давайте общаться. Ммм, кто здесь? Я спикер Темного Братства. О, спикер, простите, я не узнал вас. Да, пребудет с вами благословление Отца Ужаса. Ты ранен? Что произошло? Я выполнял контракт неподалеку от Брумы, но на меня напали дикие звери. Я как-то сумел отбиться от них и заполз в пещеру. Я бы там умер, если бы меня не нашли братья. Очень хорошо, что ты жив. К сожалению, я так и не выполнил контракт. Клиент все еще жив, а я не в состоянии отправиться искать его. Ммм, ну давай я выполню, мне заняться нечем. Хожу, побираюсь, контракты и ищу как раз. Правда? Спикер, я бы никогда не посмел. Дай мне свой контракт и замолчи. Конечно, вот он. Спикер, благодарю вас. Вы спасаете меня от небогословности матери ночи и отца нашего Ситиса. Замечательно. У меня уже третий контракт. Охота называется. Хорошо, так помаленечку, по чуть-чуть. Сейчас все контракты здесь соберем и пойдем их выполнять разом. Приветствую, спикер. Ты тоже, да, бесполезный. Сидишь здесь, читаешь книжки, а толку от тебя? О, фонтан крови есть. Вы что, его прямиком, что ли, притащили из обливиона? Черт возьми. Что за народ? Так, что у вас здесь? Ух ты. О, это арена, да? Я ее знаю. Я на арене как-то сражался давным-давным-давным-давно в прошлой жизни. Бывал я на ней. Кстати, за арену тоже надо будет арену всю пройти. Но сейчас на моем уровне прокачки, я думаю, я там буду всех листать со своей скрытностью. Тарон, просыпайся. Хотя не, подожди. Ладно, я не видел. Обнаружат меня, если сейчас питаться буду. Ладно, давайте просто говорить. Хотя можно было бы, наверное, укусить. Спикер? Как там мой контракт? Пока. В смысле, как твой контракт? А, я тебя, наверное, уже на улице где-то видел, да? Ну, ладно. Я все равно ваши имена не запоминаю. Это что за... Незнакомые места мне, если честно. Не видал таких. Сколько кроватей. Картины вот мне нравятся. Столько новых картин. Только поглядите. Хорошие вообще. Да, я вижу тебя. Привет. Раунхра. Что ты можешь сделать? Знание. Сила. Восстановление? Нет, спасибо. Не надо. До встречи, мой дорогой друг. До встречи. Ага. Алхимик. Так, давайте поглядим. Ну, богатенько у тебя здесь. Неплохо так все сделано. Красиво, я бы даже сказал. Очень комфортно. Фу. Вообще кошмарные какие-то картины. Столько всего. Ворую не хочу. Только поглядите. Какие-то лапки куриные непонятные. Куча микстурок. Угу. Давай пообщаемся с тобой. Конечно, извини, что тебя прерываю. Смотрите, он там что-то мешает, нюхает. Лоурус. Ладно уж. Приветствую, спикер. А, ты только бартером, да, занимаешься? Ну, ладно. Не буду больше тебя отвлекать. Ух ты, ба. Смотрите-ка. Какое у них тут... О, все такое дорогое. Ну-ка. О, вот это технологии. Вот это да. О, ничего себе. Смотрите, у них тут зоопарк такой небольшой. Смотрите, котейка стоит. Лайк за котейку. Когда я вижу тебя, брат, мое сердце наполняется теплотой. Мать ночи, везде статуи. А вот и дверь, да, наша. Коридоры какие-то. Так, давайте глянем на карту, опять же, где мы сейчас находимся. Вот так мы зашли, прошли фонтан крови, да. Ага, это что? А, ну это вот где этот кот живет, да? Я думаю, это какая-то тайная комната. Ну и все, и в коридоры, да, проходная. А, действительно, как я и думал. Пойдемте. Хотя там вот, откуда я зашел вот сейчас вот сюда, в это место, а там еще можно было пройти куда-то наверх. Там, возможно, развилка есть. Ну, туда на обратном пути зайдем, если нас как раз там дорога поведет. Так, а здесь все из камня. Опять же, статуи кругом. Такс, а это что? Это не ловушки или? Нажать блок. Давайте нажмем. Ух ты. Тайная комната какая-то. Да будем мы вечно служить матери ночи. Привет, хороший лук. Добрый. Тоже распространитель слухов очередной. Вот это вот мрачная, конечно, статуя вообще с черепами. Тоже бар, да? Смотрите, я уже знаю вас тут. Пиво, да, прячешь? Ну, ладно. Бухарики живут здесь. Приветствую. Привет. И пока. Тот же босс мир, свои люди. Тот же босс мир. Хорошая компания. Такс, вас закрыть можно? Да, пускай. Раз уж они были закрыты, значит так надо. Значит, они не хотят, чтобы их обнаружили. И как раз, наверное, там пивкою потягивают с этого бара. Ой, а я здесь не провалюсь? Что-то как-то страшновато. Я не знаю. Вообще, темное братство, оно полно сюрпризов. Такс. Оранжерея. Вот там, наверное, очень красиво. В оранжереи-то. Столько дверей, столько лабиринтов. Город ночи. А, улица вампиров. Ну, город ночи, это вообще называется весь этот город, по которому мы как раз ходим. Именно такое у него название здесь официальное. Это что за? А, это поручни такие, да? Это дизайн такой. Хорошо. Экскурсия сегодня у нас. Очередной коридор. А город-то здоровый. О-о-о-о. Так это стекло? Только поглядите. Знаете, есть в Китае тоже такое здание. Очень-очень-очень высокое. Там тоже стеклянный пол. Люди там сутками напролет селфи делают. За большие деньги туда огромную очередь отстаивают, чтобы попасть. У всех одинаковые фотографии. Там тоже так же стоишь, а у тебя под тобой километры вниз. Тренировочный зал. Ну, давайте заглянем. Там, наверное, сейчас какой-нибудь опять амбал-орк стоит с двуручным топором. И месит какой-нибудь макет, да? Ну-ка. Кстати, тренировочный зал один в один. Ну, почти что один в один, как в нашем темном братстве. В том нашем убежище. Похоже, да? Все одинаково прям. Причем даже дверь отсюда точно такая же, выход. Стальной лог плохой. Не надо мне. Остальные стрелы я заберу. И вот еще стрелы, да? Тоже заберу. Мечи. О, еще стрелы. Ну, нормально. Стрелы никогда лишними не бывают. Даже стальные на всяких посох мороза. Ну, это опять к разговору, да? Что разжеваться в DLC-шных не будем. Так, тренировочный зал. Еще один, что ли, пойдем? Оу. Ну, там они отрабатывают технику. А здесь, я так понял, прям у них спарринг. Бои проходят все в кровище. Фу, отвратительное место. Пойдемте отсюда. Так, с нам вроде бы назад. Здесь уже все обследовано. Вот здесь очень красиво. Как-то аж головокружение появляется небольшое. Когда идешь, а у тебя под ногами лава. И ты знаешь, что если ты туда упадешь, то сразу же сгоришь моментально. Я думаю, там пол очень горячий. Стекло-то нагревается сильно. Так, это что? Я уже запутался, где мы ходили, где не ходили. Лазарет есть. Улица вампиров. А это коридор. Оттуда мы пришли. Ну, давайте к лазарету сходим. Кстати, тут еще тоже какая-то клеточка, видать, будет справа. А, мы отсюда пришли. Так, ну тогда сюда надо сходить. Вот он, да? Ну-ка. Сад одинокого вампира. Ага, вот он, этот коридор, который был закрыт. Сюда мы заходили, там эти два эльфа сидят. Отсюда мы пришли. То есть из лазарета, что ли? О, я запутался. Да ладно. Все равно нам все обследовать в любом случае. Везде надо ходить. Все смотреть, все разглядывать. Разинов рот. В общем, сегодня этому серию с вами и посвящаем. Просто освоение с городом ночи. Ну и сбор квестов. Ух ты. Деревушка прям что ли? Только посмотрите. Прям в пещерах, да? Сделанная деревня. Красиво очень. Слушайте, мне прям безумно здесь нравится. Круто. Домик такой прям здесь стоит. Язык дракона растет всякая. Травушка полезная. Давайте зайдем в домик, поглядим, кто там живет. Чувствуется, чувствуется, да? Вот у меня прям эльф во мне просыпается, как я только попадаю в лес. Все, сразу же это моя стихия. Я сразу чувствую себя дома. Ммм, да. Такс. Какие-то яркие подушечки. Это что вы где-то на каком-то... Ммм, кексик заберем. Конечно же. На каком-то базаре что ли закупили. О, это что? Сапфир? Не туда заглянул. Тихо. О. Еще и драгоценности захвачу. Ну вот, серебряные амулеты. А зелья передышки оставьте себе. Ммм, какие-то картинки мрачные. Вновь. Кто-то любит шиковать. Здесь даже не слышно, как я топаю, потому что... Смотрите, как здесь мягко. В той комнате было. Сад одинокого вампира. И где этот одинокий вампир? Где он тут поживает-то? Почему так названо это место? Ну а какая-то что за хижина? А территория огромная, вам скажу. Она реально бурганская. Я, наверное, еще половины даже не исследовал всего, что здесь есть. Столько коридоров только там уже. В самом помещении крытом. Еще здесь так. Очень богато. Ковры. Виноград. Я бы здесь жил. Насколько здесь комфортно и уютно. Огромная кровать. Но то, что стены каменные, это, конечно, так не очень. На самом деле сырость от них будет постоянно веять. От камней. Ну и с другой стороны, как это все обвешано. Плюс еще все эти подушечки лежат. Ага, там очередной фонтан крови я вижу. Это что за дупло тут? Ух ты, я прям через него пройти могу, что ли? Слишком огромная территория. У меня аж это... Путаница начинается. Куда бежать? Столько всего. Беседка, да? Можно посидеть на скамеечке. Тут же заночевать. Конечно, не под звездным небом, но... Здесь все равно так красиво. Светло. Не сказать, что это прям какая-то темная пещера. Так, а это что-то с вывеской. Здесь кто-то торговлю открыл, видать, да? Легкий укус. Ух ты, а это по моей части. Что-то вампирский трактир, может, какой-нибудь. Может быть, здесь кровь продают в бутылочках. Было бы вообще неплохо. Я бы сразу закупился. А почему бы нет? Я давно хотел этот предмет найти. Точно какой-то трактир. Вампирский, скорее всего. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. У тебя какое-то лицо грустное. У тебя что-то случилось, брат? Случилось? Да, кое-что случилось. Мой друг ушел на контракт и не вернулся. Ну, как всегда. Я слышал это уже от вас. И никто не знает, что с ним произошло. Может, я смогу помочь, а? Правда? Тогда слушай. Несколько дней назад... Террано было одно задание. Дано. Убить какого-то эльфа. В окрестностях. Озеро Канулус. Он до сих пор не вернулся. Я не могу даже предположить, где он и что с ним. Ну, я попробую его найти. Спасибо. Я буду ждать тебя с вестями. Пропавший ассасин. Здесь столько ассасинов-неудачников. Вы только поглядите. Я зашел в город, походил по нему. И каждый второй мне говорит, что мой друг ушел на выполнение контракта и до сих пор не вернулся. Контракт не выполнен. Какие-то они все бездарные здесь. Я пришел в Темное Братство. И смотрите, я за короткий срок дослужился до слушателя уже аж прям. Слышащего. Везде разные переводы. Где-то слушатель говорят. Где-то слышащий. Мне кажется, что все-таки правильно, наверное, слышащий. Как ты сегодня? Ох, что ты так орешь-то, а? Сиренция. Голос у тебя звонкий. Приветствую. Привет. Да заключи тебя, мать ночи, в свои холодные объятия. Такс, я хотел спросить, у тебя продается ли кровь? Мужчина. Надеюсь, я смогу помочь. Да, я тоже на это надеюсь. Ну-ка, покажи. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Одни вина. Вина, дешманское вино, мед, пиво, эль. Спаиваешь население, ты безобразник такой. Да прибудет с тобой, Ситиус. Пойдемте отсюда. Забегаловка для алкашей, нам здесь делать нечего. Ну, вроде бы все. Вроде бы это место все обследовано. Все посмотрел. А, нет, смотрите, там какая-то статуя стоит. Давайте подойдем поближе, разглядим ее. Фонтан крови, опять же. Мать ночи. Везде есть статуи, они тут прям поклоняются. Ух ты, а это что за... Конюшня? А, ну это даже не конюшня, это просто загон. Где коней держат? Тоннель к саду одинокого вампира. Так, слушайте, а там я был или нет? Там какой-то еще домик я видел, где-то стоял. Вот. Тут домик, домик. А, ну они обычные, идентичные. Да, отсюда я пришел. Первый домик во второй зашел. Потому как-то здесь обошли, да, вернулись сюда. Ага, и вот, ну да, все. Вроде бы все обследовано. Ну что, давайте выйдем обратно. Как минимум не зря сюда зашел, квест мне дали еще один. Буду выполнять, почему бы и нет. Ого, минералы. Я даже не знаю, где тут скриншот делать на превьюшку. Здесь куда ни глянь, здесь везде так красиво, атмосферно. Очень все хорошо продумано. В плане освещения, расстановки объектов. На перекресток идем на какой-то. Все куда-то идем, идем, идем. Я уже запутался, я заблудился. В каких местах я был, в каких я не был. Ух ты, это еще что за место такое? Смесь камня и дерева. Так, с перекресток. Вход в город ночи, понятно. Не надо мне туда. Город ночи, третий этаж. Город ночи, площадь. И тоннель к саду одинокого вампира. Вот отсюда мы пришли, да? Туда мне не нужно. Вот, наверное... Так, на площади мы тоже были. Вот давайте на третий этаж города ночи сходим. Там, где-то вон там он находится, да, коридор? Бежите. Там. Вот там где-то. Где-то снизу, что ли? Ну-ка. Как может быть третий этаж, если дверь снизу? Может, я что-то не так смотрю? Да нет, вроде правда там. То тогда удивительно. Ну-ка. Точно. Снизу, да? Дверь на третий этаж. А площадь, получается, выход на нее выше. Как-то странно очень это. Что за... Что за кошмар вообще? Смотришь на тебя и будто получаешь благословение самой матери ночи. Что за скример я словил тут вообще? Привет, брат. Я так рада вновь видеть тебя. Надеюсь, мать ночи улыбается тебе. Ага. Вот только что улыбнулась, а то чуть не это... Сердце не остановилось. Пусть твои стрелы всегда летят точно в цель. Слушайте, я, по-моему, пришел к самой главной статуе матери ночи. Да? Она здесь. Судя по тому, что я сейчас видел только что. Счастливая старуха. Мать ночи благословляет тебя. Да будем мы вечно служить матери ночи. Если очередной раз какой-нибудь предатель не появится и не перережет там вас всех. Будете тогда служить. Вот, святилище, да, наверное, это и есть самое важное место здесь, где поклоняются ей. Сейчас зайдем, поглянем. Да, точно, вот сюда я и прилетел. Да будем мы вечно служить матери ночи. Фу, страшное место. Я боюсь даже к ней приближаться. Меч стража тут есть. Здесь, да, нет, то есть проповеди, да, всякие читают. Пять догматов. Ну, это естественно. Это, можно сказать, их библия, закон. Да, это, скорее всего, закон. А книжка там про Тситиса, это библия. Служи, служи. Ну, я, пожалуй, пошел отсюда. Даже пробегу прям побыстрее. Мрачное место. Там что за... Приветствую, уведомитель. Уведомителем я был тысячу лет назад. Склеп. О-о-о. Там, может быть, есть какие-нибудь... вампиры, нежить точнее, которая мне будет не рада. Вполне же такой может быть. Даже в склепах городов там есть агрессивно настроенные призраки. Склеп. Это просто дверь. О-о-о-о. Что-то было. У меня жизни начали отниматься. Заметьте. Что произошло? У меня что-то ранило, походу. Или оглушило. Ну-ка, будет отниматься еще? Да что это такое? Какого черта здесь происходит? Надо бежать отсюда. Пока я здесь не умер. Что за место такое? Проклятощее. Оно у меня жизни до сих пор отнимает. Как мне быть? Это не похоже на мою проблему с вампиризмом. Это не оно. Это что-то именно... После вот этого удара у меня начало сразу же жизнь срубаться. Сам-то уведомитель. Сам-то уведомитель. Я спикер. Слышащий. Обратно на перекресток. От греха подальше. Мне здесь не нравится. Я здесь, потому что начинаю медленно умирать. Упс. Забрались. Ох, мрачно, мрачно вообще. Так, ну что, знаете что? Думаю, дальше уже, наверное, с вами будем пробираться в следующей серии. Изучать этот городок. Думаю, на сегодня и так мы такую хорошую экскурсию с вами сделали. Посмотрели, чем здесь живут люди. Ну, скажу, здесь много пустышек. Это, конечно, не очень, но в целом все очень круто. Жаль, что задания, которые здесь даются, их нужно самому ходить и искать долго. То есть нет такого, что там задания находят тебя, как это чаще бывает в играх от Bethesda. Здесь мы сами бродим и говорим. Есть ли что-нибудь для меня? Есть ли что-нибудь? Можно сказать, побираемся. Ну, я как бы не жалуюсь. В целом все очень круто и мне нравится. Надеюсь, нравится вам тоже. Если же так, можете поддержать меня, поставив палец вверх. Можете написать какой-нибудь комментарий к видео и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну, а с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.